Девушки отдыхают Привет, Пепа! Чем ты занимаешься? Сижу дома и учусь свистеть, но у меня пока не получается Хм, мне очень жаль Это просто невозможно А ты умеешь свистеть, Сьюзи? Нет Здорово! То есть ничего хорошего, что ты не умеешь свистеть А здорово, потому что я тоже не умею свистеть А как это уметь свистеть? Ты просто складываешь губы трубочкой и дуешь Вот так? Алло, Пепа? Я испекла печенье Чудесно! Печенье Оно еще горячее Лучше сначала подуть О! Ты что, не хочешь печенье, Пепа? Нет, спасибо, мамочка Я лучше пойду на улицу И побуду одна Хоть одну минуточку Ты научилась свистеть? Это совершенно бесполезно Я никогда не научусь свистеть, честно Но ты же тренируешься? Да, конечно Но совсем ничего не выходит Тогда попробуй немного отдохнуть, Пепа Возьми и съешь печенье Горячо Подуй на него Ой, что это такое? Мне показалось, дорогая, что ты свистишь Какая чудесная музыка Пепа наконец-то научилась свистеть Я умею свистеть! Автобус Мисс Кролик уже подъехал к дому Пеппы Не может быть! Как же вы проедете по такому снегу? У меня отличный снегоочиститель Снегоочиститель быстро убирает снег с дороги Привет всем! Привет, Пеппа! Все друзья Пеппы тоже сегодня едут к морю Следующая остановка – пляж! Ура! Дядюшка Бык и его друзья разбрасывают песок От него снег тает быстрее Здравствуйте, мистер Бык! Ну, здравствуйте, мисс Кролик! На это у нас ушла вся ночь Но теперь, после наших усилий, дорога к морю для вас открыта! Чудесно! Мы все едем на пляж Может, составите нам компанию? Нет, спасибо, мисс Кролик! У нас еще столько дорог осталось нечищенными До свидания, дядя Бык! Пока! Желаю вам хорошо повеселиться! У мамы с папой сегодня выходной И мы на пляже собрались долбой Подличка песок и запретов больше нет И мороженое ждет на сайте! Приехали! Остановка – пляж! Но весь пляж покрыт снегом! Похоже, море очень холодное! А я так мечтала сегодня искупаться! Так в чем же дело? Вода ведь еще не покрылась льдом! Вперед, девочки! Не пойму, чего же вы ждете! Я не пойду купаться! У меня до сих пор ножка болит! А у меня не прошел кашель! Тогда ты, мама-свинья, вода замечательная! А вы уверены, что она замечательная? Конечно! Море сегодня такое ласковое! Что ж, ладно! И мама-свинья решила искупаться! Тебе холодно, мамочка? Должна заметить, что холодновато! Когда впервые заходишь в воду, всегда холодно! Двигайся и скорее согреешься, дорогая! Что тебе нужно, Педро? Мы сейчас заняты! Очень чешется надоело! Даже если у тебя сильно чешется нога, нельзя снимать гипс до тех пор, пока кость на ноге не срастется! А у меня сейчас не нога чешется, а правое ухо! Вот так полегче? Да, благодарю! Обедать пора! Что бы ты хотел на обед, Педро? Можно мне спагетти и еще молочный пудинг! Тебе обед несут прямо в постель? Да! Ммм, очень даже вкусно! Доктор Бурый Медведь пришел проверить, как себя чувствует Педро! Ну как самочувствие, Педро? Ухо еще немного чешется, вот здесь! По-моему, ты уже совсем здоров! Время посещения закончилось! Пока, Пэрла! Пока, ребята! Поправляйся побыстрее, Педро! Хорошо, мадам Газель! Наступил еще один учебный день! Пеппа и ее друзья играют на спортивной площадке! Мадам Газель, у меня с ноги пластырь отклеился! Приклейте мне другой! Тебе больше не нужен пластырь, Пеппа! Твоя коленка зажила! Конечно! Здравствуйте, друзья! Пони Педро вернулся! О, привет, Педро! А где же твоя гипсовая повязка? Ее сняли, ведь моя ножка совсем зажила! Значит, она уже окрепла? Да! Крепче не придумаешь! Просто супер нога! А бегать ты можешь? Смотри, сама! Педро очень любит бегать и веселиться от души! Все любят бегать и веселиться от души! Бедный папа, он пропускает столько радости! Да уж, бедный папа! Одно мороженое, пожалуйста! Замечательно! Может, нам уже пора на землю? Тревога! Тревога! Вызываю спасательный вертолет! Уже в пути? Вам так повезло! Нам дали новое задание! Мистер Бык перекопал всю дорогу! Му! Здравствуйте, мисс Кролик! Тут лежит большая железная труба! Ее нужно убрать! Сделаем, мистер Бык! Как же ты поднимешь такую большую трубу? С помощью магнита! Ура! А что вы собираетесь сделать с этой трубой? Да я и сама пока не знаю! Идея! Я опущу ее вот сюда! Тут ее найдет практически каждый! Теперь я доставлю вас к дому! А как же наш папа? Алло! Папа-свин! Ты не можешь самостоятельно добраться домой? Мисс Кролик любезно нас подвезет! Конечно! Папа! Папа! Мы летали вверх и вниз! И кругами! Кругами! Хо-хо-хо! Как жаль, что я все пропустил! Что ж, увидимся дома! Кто положил сюда эту трубу? Придумал! Надо срезать путь! Какая ужасная грязь! Давай же, машинка! Папе-свину нужно домой! Папа-свин застрял! Винтовая лестница шла вверх, поднимаясь к самой верхней точке маяка! Все наверх, наверх и наверх! Мой дом называется маяком, потому что на самом верху у него расположен большой фонарь! Ух ты! Светом он разрезает ночные небеса, помогая морякам отыскать дорогу к дому! А когда опускается туман, я пользуюсь своим противотуманным рогом! Дом! Даже уши болят! Сегодня тумана нет, только море и облака! Но я могу рассказать вам историю! Нет, спасибо, нам пора домой! Мы поплывем на остров пиратов! До свидания, дедушка Кролик! Пусть море и небо вас радуют! Спасибо! Лодка дедушки-пса причалила к пиратскому острову! Смотрите, наш песочный замок так и стоит! Пит, давайте будем играть в прятки! Хорошо! Один, два, три, четыре, пять! На пиратском острове почти совсем негде спрятаться! Пора не пора, я иду со двора! Я вас вижу! А где же Джордж? Дедушка-пес нигде не может найти Джорджа! Я сдаюсь! Где же он? Бо! Джордж прятался за спиной у дедушки-пса! Молодец, Джордж! Ну, а теперь нам пора домой, пока не стемнело! О, как темно и страшно! Не бойся! Свет от маяка дедушки-кролика укажет нам дорогу домой! Дедушка-кролик решил лечь в постель. О, моя новая книга «Как взобраться на маяк»! Глава первая! Остальное прочту завтра. Надо выключить фонарь. Ой, куда же пропал весь свет? Мы в секретном клубе делаем секретные вещи, а Сьюзи всем об этом рассказала! О, можно мне тоже в секретный клуб? Пожалуйста, я всегда хотела вступить в секретный клуб. В него будет очень трудно вступить! Вы должны сказать секретное слово! Какое? Пика-нидл-нудл! Пика-нидл-нудл! Правильно, вы в клубе! Что же будет дальше? Осторожно! Это папа-свин. Поговорите с моим папой! Только не говори ничего о нашем секретном клубе! Здравствуйте! А, вот вы где, мамовца! Как дела? А, секретный клуб. О, нет! О, я всегда хотел в секретный клуб. Можно в него вступить? Ты не можешь вступить, папа, потому что ты взрослый. Э, моя мама тоже взрослая. Ну, тогда ты должен знать волшебное слово. Какое? Папа-ди-дл-ду-дл-дам. Папа-ди-дл-ду-дл-дам? Вы в клубе! Что я должен делать? Осторожно! Это мама-свинья. Следи за мамой по секрету. Папа-свин. А, привет, мама-свинья. Почему ты сидишь в кустах? А, секретный клуб. Я всегда хотела вступить в секретный клуб. Мы не можем всех принимать в секретный клуб. Тогда он не будет секретным. Думаю, он не обязательно должен быть тайным секретным клубом. Он может быть нашим общим секретным тайным клубом. И все могут в нем участвовать. О, здорово. Мадам Газель, я не могу извлекать музыку, слушая других. Ты можешь хлопать? Да. Раз сможешь хлопать, сможешь и музицировать. Девочки, повторяйте за мной. И мальчики. Мадам Газель превратила хлопанье в музыку. И... стоп. А теперь мы поучимся играть на инструментах все вместе. Мяу. Родители пришли забрать своих детей. А, вы как раз вовремя. Позвольте представить оркестр треска, грохота и стука. Браво. Детишки приготовились. Внимание. Начали. Браво. Возможно, кто-то из моих старых учеников присоединится к нам. Ищите свои инструменты, детишки. Да, мадам Газель. Мадам Газель учила всех мам и пап, когда они были маленькими. Это довольно трудно, папа. Но играть нужно вот так. Давай посмотрим, не разучился ли я. Папа, ты умеешь играть на барабанах. Я большой специалист по барабанам. Хорошо трещите, грохочите и стучите. А теперь мелодия. Мой папа умеет трещать, грохотать и стучать. Мама, мы будем вести себя тихо. Очень тихо. Так тихо, что вы услышите, если что-то упадет на пол. Тихо, как мышки. Но сейчас вы совсем не тихие. От вас ужасно много шума. Мы можем замолчать, как только захотим. Постарайтесь все замолчать на счет три. Раз, два... Я не готова. Ладно, можно. По команде. На старт. Внимание. Три. Привет. Я дома. О, а я думал, что дом пустой. Просто Пеппа и ее друзья играют в молчанку. Это не игра. Это сложная работа. О, Пеппа. Пеппа не может заставить себя замолчать. О, папа. Я думаю, что я, наверное, болтушка. Это совсем не так уж и плохо, Пеппа. Говорить хорошо. И вообще, я думаю, ты специалист по разговорам. Правильно. Я большой специалист по разговорам. Я тоже специалист по разговорам. Нет, не правда. Это я тут болтушка. Я большая болтушка, чем ты. Хо-хо. Вы просто одинаковые. Это правда. Поэтому мы лучшие подруги. Болтать, болтать, болтать. Пеппа любит болтать. Сьюзи любит болтать. Все любят болтать. Болтать, болтать, болтать. Прячься, Сьюзи. Один, два, три, четыре. Сьюзи ищет, где бы ей спрятаться. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Пора, не пора, я иду со двора. Фредди ищет Сьюзи с закрытыми глазами. По запаху он определяет, где была Сьюзи. Вокруг дерева? За маленьким кустиком? А может быть, за горкой? Нашел! О! И все это благодаря моему чудо-носику. Это же просто супернос. Да, именно. Неужели у всего есть свой запах? О, да. Все всегда пахнут совершенно по-разному. Ну, а чем пахнет от меня? От тебя пахнет садовыми цветами и резиновыми сапожками. А чем пахнет от меня? Ты пахнешь сырой травой и свежим печеньем. Ну, а я чем пахну? Бананами и джемом. А чем от меня пахнет? Молоком и рыбными палочками. А чем пахну я? Педро, ты пахнешь зубной пастой. О! А какой твой самый любимый запах? Яичный. А что было самым невкусным из того, что ты нюхал? Голубой сыр. Фу! Кстати, давно пора ведать. Как ты догадался? Я учу запах морковного супа. Я тоже чувствую запах морковного супа. И мы! Обед готов. Сегодня я всех угощаю морковным супом. Ха-ха-ха! Это вовсе не динозавр. Это Лулу, маленькая ящерица. Привет, Лулу! Она так похожа на дракона. Неужели она огнедышащая? Нет. Просто у нее очень длинный язык. Ух ты! Она тоже впадает в спячку на всю зиму, как Тиддлс? Нет. Ой, а где же Тиддлс? Тиддлс? Невероятно! Малыш-черепашонок решил сбежать. Не беспокойтесь, доктор Хомяк. Мы отыщем вашего питомца. Может, он в музыкальной комнате? Но Тиддлс не пошел в музыкальную комнату. Тогда, наверное, он в игровом домике. Тиддлс не пошел в игровой домик. Может, он прячется среди пальто? Тиддлс не прячется среди пальто. Я чувствую запах черепашки. Сюда! Лисенок Фредди отлично ориентируется по запаху. Вот наш Тиддлс! Тиддлс забрался на дерево. О, я позову на помощь. Это пожарная станция «Мисс Кролик». О, пожар! Пожар! Пожарная станция. Где у вас пожар? Мой Тиддлс забрался на дерево. Что? Опять? Тревога, тревога! Черепашка на дереве! Черепашка на дереве! Не понимаю, почему ты так любишь лазать по деревьям? Ты же черепашонок! Все назад! Тиддлс! Тиддлс, спускайся! Ура! Спасибо, мисс Кролик! Это же моя работа! А моя работа – присматривать за питомцами. А где же Бинки и Лулу? Ой, я и не знаю. О, да вот же они! Целы и невредимы! Смотри, дедушка! Эй, би, си, динь. И цифры разные. Один, два, три. А если мы его сломаем, случайно нажав не на ту кнопку? Не беспокойтесь, его непросто испортить. Только не пои его молоком, не корми печеньем или жильем. Он так забавно поет. Выходи, курочка! Если ты нажмешь на эту кнопочку, она снесет яичко. Я уже освоила эту игру. Хотя Джордж играет в сто раз лучше. Забавно. Давай оставим этот компьютер, бабушка-свинья. До свидания! Пока! Не хочешь немного поработать на нашем компьютере, бабуля-свинья? Да, сначала посчитаем, а потом попишем. Пеппа и ее семья собрались обедать. Я отдала свой старый компьютер дедушке с бабушкой. Прекрасно. Только вряд ли у них что-то получится. Алло, говорит свинка Пеппа. А, Пеппа, я хочу задать один вопрос по поводу компьютера. Это дедушка. Он сломал твой компьютер. Что у тебя за проблема с компьютером, дедушка-свин? Он переполнен яйцами. Яйцами? Несушка-курочка больше их совсем не высиживает. Я сломан. Выключи компьютер. А теперь снова включи. Что-нибудь изменилось? Я совсем и абсолютно сломан. Кажется, дела плохи. Наверное, его уже нельзя исправить. Мы заедем и заберем его у вас. Чем же мы займемся сейчас, дедушка? По-моему, самое время отправить их в рот. Здравствуйте, малыши. Бабушка, бабушка, вы нашли все шоколадные яйца. Но где же они? Я что-то не вижу ни одного яйца. Они у нас в животиках. И на ваших мордашках. Хорошо ли дедушка их от вас спрятал? Хорошо, но мы большие дети. Сразу же их нашли. А вот маленькие без помощи не обошлись. Джордж, Ричард и Эдмонд не любят, когда их считают маленькими. Ничего, скоро в нашем саду появятся те, кто еще меньше вас. О-хо, да, крошечные малыши. Это так интересно. Дедушка уже рассказал нам о совсем молодых растениях. Но это совсем неинтересно. Мы сейчас говорим не о растениях, Пеппа. О, а о чем же мы тогда говорим-то? Пойдемте навестим Джемайму, Ванессу, Сару и Невилла. Это же курочки. Да, и курочки отложили яйца. А их можно есть? Нет, Фредди. Их еще нужно высиживать. О, мы как раз вовремя. Цыплята только что вылупились. О, маленький цыплят. Цыплята вылупились. Вот теперь наступила весна. Давайте притворимся маленькими цыплятками. Я теперь цыпленок. Чик-чик-чик. Желтенькие ложки. Пик-пик-пик. Перышки с макушки. На кровать. С пуховой подушкой. Буду спать. Малышу Александру уже давно пора обедать Сегодня тебя будет кормить кузина Пеппа, Александр Вот так, моя дядка Это сладко Он отворачивается и не хочет есть Накормить малыша Александра задачка не из легких Вот, смотри, к нам летит самолетик Александру нравится, когда его ложка превращается в самолетик Может, попробуешь, Пеппа? Вот летит большой самолет Открой скорее рот, и он влетит прямо в ворота Ура! Это был большой самолет Давай, скажи, самолет Послушай, он не умеет говорить Он еще даже не произнес своего первого слова Пеппа, ты помнишь, какое первое слово ты произнесла? Нет Это слово «мама» Странно, всегда считал, что сначала Пеппа сказала «папа» Нет, «мама» А какое первое слово произнес Джордж? Динозавр Первым словом Джорджа было слово «динозавр» Похоже, кто-то уже давно справился с обедом Да, пора в ванную, малыш Малыш Александр очень любит купаться Смотри, это динозавр А ты сможешь сказать «динозавр»? Он не умеет говорить, Пеппа Но когда-нибудь ему же придется И тогда вы узнаете, чего ему хочется Чем ты хочешь сейчас заняться, Александр? Кажется, он сейчас хочет пойти погулять Он пока не ходит Но мы можем вывезти его в коляске Нет-то вы пришли, мисс Кролик Мисс Кролик заболела Сегодня я поработаю вместо нее Простите, вы не мисс Кролик? Нет, я ее сестра, мама-крольчиха Я должна сидеть здесь? А, да А раньше вы работали за кассовым аппаратом? Нет Сколько это стоит? О, понятия не имею У меня есть чек Вы принимаете жетоны? У вас можно платить карточкой? Овечка Сюзи переоделась в халат медицинской сестры Не бойтесь, я только притворюсь медсестрой Покажите язык и скажите А-а-а А-а-а Будут помощники Мороженое от мисс Кролик? Папа Зачем ты опять покупаешь мороженое? О, Пепа Я шел в спортивный зал и вдруг подумал Что мороженое сейчас было бы кстати Мисс Кролик больна Сегодня ты будешь продавать мороженое О-о, уж я-то знаю толк в мороженом Можно мне одно с вишенками А-а-а Клубничное Ванильное Шоколадное Банановое Давайте с виставсками и одно клубничное А-а, клубничное О-о, растаяло Могу я предложить клубничный суп взамен Служба эвакуации дедушки пса слушает Мисс Кролик больна Не могли бы вы вывезти на маршрут ее автобус? Конечно, Пепа Все на борт! Это мастерская дедушки Кролика Приветствую вас, друзья мои Приветствую, дедушка Кролик О-о-о, кто сделал это с твоим катером, дедушка-свин? Э-э, кое-кто налетел на швартовую тумбу Раздался грохот и появилась большая дыра в ад Нельзя доверять управлению катером посторонним, дедушка-свин Э-э, дай Сможешь починить? Ну, конечно, только измерю повреждения Дедушка Кролик измеряет дыру в катере дедушки-свина Теперь нужно найти, чем дыру залатать Хорошо, наверное, уметь чинить лодки О-о, нужны годы, чтобы научиться чинить лодки А как давно вы ремонтируете лодки? Годы Дедушка Кролик собрал много металла, чтобы чинить им лодки Вот это золотая жила Это просто груда металлолома А-а-а, но из груда металлолома можно многое сделать Например? Подводную лодку Ух ты! Дедушка Кролик сам сделал подводную лодку Она и правда работает? Смотрите Она наполняется водой Поэтому она очень хорошо погружается Но не очень хорошо всплывает обратно А вот как раз то самое, что я искал Это же стиральная машина Это заплатка для катера дедушки-свина Вот что Ты собираешься чинить мой катер куском стиральной машины? Да Он стал совсем как новый Ура! А теперь проверим Приготовиться к спуску Так точно! Ха-ха, поразительно он плывет Настал день большого прыжка по лужам Папа-свин надел специальный прыгательный костюм Я не могу найти свои золотые бутсы Я отдала эти старые бутсы дедушке работать в саду Мои счастливые золотые бутсы Носить как садовые ботинки У тебя есть другие Это не одно и то же Алло Дедушка Помнишь старые ботинки, что я тебе дала? Эээ, да Папе они нужны очень срочно Ты хорошо за ними ухаживал? Эээ, я их часто поливал Дедушка-свин выращивает помидоры в папиных счастливых бутсах Они нужны нам для прыжков по лужам Я понял И приеду туда Все собрались посмотреть, как папа-свин прыгнет в лужу Прошу, встречайте всеобщего любимца Мистера Картошку Ура! Удачи вам, папа-свин О, ну где же ваши счастливые бутсы? Эээ, а вот и они Спасибо, дедушка-свин Они пахнут помидорами А сейчас прыжок в лужу папы-свина Папа-свин задумался На старт, внимание, марш! Я должен стать единым целым с лужей Я должен сам стать лужей Оооооо!!!! Субтитры создавал DimaTorzok